Вот Путин и тряс, и левой рукой, и правой Си Цзиньпиня, и что только, по всей видимости, не говорил ему за тем полуторачасовым-двухчасовым чаем, просто там и два чемоданчика с собой нес, может ядерный, мы не знаем, может какие-то другие там виды отходов в них задержались, но Павел Несола нахлебавший, не будет никаких документов, по силе Сибири 2 подписано, да и вообще, да, как-то мы не услышали какого-то восторга, да и Путин был среди еще 130 представителей разных стран. Стран мира, которые приехали поговорить об этом непонятном проекте «Один пояс, один путь». Что нам показал визит Путина в Китай, и как вы думаете, расстраивался ли Лукашенко, что этот раз о нем немного позабыли? Ну да, мне хотелось бы, конечно, акцентировать внимание именно на отсутствие одного известного усатого товарища на этом мероприятии, Лукашенко, который всегда хвалился тем, что Китай является стратегическим партнером для его режима. И он пытался всегда выстроить внешнюю политику, опираясь как бы на Москву, но одновременно и на Китай. Мы же знаем, что и Коля Лукашенко также учится в Китае, или по крайней мере там регулярно бывает в рамках своего образовательного процесса. Поэтому Китай для Лукашенко является ключевым партнером, и сейчас, когда Китай не пригласил его на очередную встречу «Один пояс, один путь», это такой достаточно мощный сигнал и удар по имиджу Лукашенко. Они даже пошли в пропаганде до того, что показали сам саммит, который проходил в Пекине, и дали видеозапись выступления Лукашенко с одного из предыдущих саммитов «Один пояс, один путь». Что у некоторых даже граждан Беларуси сложилась иллюзия, сформировалась иллюзия, что якобы Лукашенко сегодня находится в Пекине. То есть пропаганда пошла на такой обман, потому что понимает, что это очень серьезный удар по имиджу самого Лукашенко. Но Лукашенко как раз-таки в этот день, вот буквально вчера, он встречался с вице-президентом Ирана и с министром иностранных дел Венесуэлы. То есть это был его вынужденный, с одной стороны, шаг, но это и определенное направление движения его корабля. Для Лукашенко почему его не позвали в Китай? Я думаю, что причина заключается в том, что Лукашенко перманентно провоцирует нестабильность на границе. На одном из главных направлений поставок китайских товаров на рынок Европейского Союза. Это использование нелегальных мигрантов для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. А в ответ ряд стран, как мы знаем, заявили ультиматум Лукашенко и в том числе среди них Польша, что если он продолжит это делать, то они пойдут на закрытие границы. Если мы посмотрим, кстати, среднее время оформления грузов даже на границе Польши с Калининградской областью, то там где-то составляет 2,5 часа состав. Если же мы говорим о границе с Беларусью, то железнодорожный состав это 11 часов и более. Кстати, торговый товарный грузооборот, правильно сказать, грузооборот по направлению из Китая через Беларусь в Польшу с 2021 года на 2022 год упал на 34%. 34% падения с 2021 на 2022 год. При этом, конечно же, Китай ищет другие маршруты. И он использует тот же Южный Кавказ, он использует Центральную Азию, Южный Кавказ, Турцию. И здесь отмечается, наоборот, рост на 33% грузооборота. То бишь Китай нашел другие возможности, или, по крайней мере, находит. Если мы посмотрим на китайские инвестиции в Беларусь, Лукашенко очень хвастается Великим Камнем. Такой инвестиционный проект рядом с Минском, который он построил. Но, например, объем инвестиций в 2021 году, Великий Камень, составил где-то 114 миллионов долларов США. В 2022 году он упал 8 раз. 8 раз падения. Так что Китай, не пригласив Лукашенко, дает как бы ему сигнал. Достал ты уже со своими проблемами дестабилизации ситуации на границе. Или ты меняешь свою политику, или мы будем вот так к тебе относиться. Ну и мы же понимаем, что Лукашенко не субъектен. Он во многом зависит от Путина. Путин раньше мог бы за него вступиться, возвращаясь к вашему вопросу о том, что Путин делал в Китае. Но сегодня у него не хватает силенок, имиджа, энергии, желания. А зачем ему, в принципе, вступаться за Лукашенко? Зачем Китаю сейчас Лукашенко? И вот возникает вопрос. Лукашенко же там выезжал в Китай, когда еще мог, весной этого года, если мне не изменяет память, все-таки ездил. Теперь вот нет. Удар это не только лишь имиджевая, как мы уже поняли из вашего ответа, и по экономике в том числе. А если не развернет и не перестанет делать провокации, не развернет свой поточенный кораблик Лукашенко опять в сторону Китая и не будет таким послушным, какими это может быть для него чревато последствиями в ближайшей перспективе, еще помимо вот таких политических? Ну давайте посмотрим, что Лукашенко должен на кого-то опираться. Он может опираться на слабую Москву, которая находится тоже в токсичном состоянии. И не все даже хотели слушать выступление Путина, многие покинули зал заседаний. Он может опереться, конечно, на Китай, который Китай пытается в этой ситуации выстоять с точки зрения имиджа, выстроить какую-то политику медиации, и поэтому для него это принципиально выгодно. На кого он может опереться? На Северную Корею, на Пхеньян, на Иран, который он позвал к себе, и куда он съездил, кстати, в марте месяце. Может ли являться это реальной точкой опоры? Ответ нет. Может ли он опереться на Северную Корею? Нет. Может ли он опереться на Венесуэлу, которой он должен миллиард долларов? И именно для этого вчера прилетал с официальным визитом министр иностранных дел Венесуэлы в Минск, чтобы потребовать от Лукашенко те деньги, которые Лукашенко украл еще у Чавеса. Ведь тогда была поставка нефти, достаточно большого объема нефти в Беларусь, и Лукашенко за это не расплатился. Поэтому и у него остается мало точек опоры. В СНГ мы же видели, как он в пятницу обращался к лидерам государства СНГ, что давайте не политизировать, выступим с заявлением о неполитизации международного уголовного суда, потому что это коснется скоро и всех вас. И там он не получил никакой поддержки. Так что это политически грозит ему потерей репутации, дальнейшей токсичности возрастанием. И в какой-то момент наступит вопрос о том, что он станет не нужен. За ненадобностью такие вещи выбрасывают. Выбрасывают, меняют, покупают новые, я не знаю там. Поэтому вот что произойдет с Лукашенко. Продолжение следует...